Есть точка зрения, которую нам показывает Иоанн. Есть фраза, которую он постоянно использует. Боясь иудеев. Он называет разные причины и представляет разные реакции. Но в Евангелии от Иоанна был вновь и вновь виден реакции на страх перед иудеями. И здесь не имеются в виду все жители, он говорит о сильных миросеву, людей, определявших политическую линию. Они устанавливали, о чем можно говорить открыто, а о чем и нет. Это была проблема. Я попытаюсь объяснить эти ситуации. Мы начнем с Иоанна 9 главы. Там мы видим человека, который родился слепым. Надеюсь, большинство из вас знают историю этого чуда. Этот человек не просил ничего у Иисуса. На самом деле ученики обратили внимание Иисуса на человека, задав теологический вопрос. Возможно, им вообще не было дела до него, но Иисус решил проявить доброту и милость. Он останавливается, плюет в пыль, делает грязь, мажет ей лицо человека и говорит «Иди, я мойся в купальне Силаам». Эта купальня находилась у подножия Иерусалима, весь город на горе. Этому человеку предстоял непростой путь. Вода была рядом, но Иисус сказал «Пойди, я мойся в той купальне». Такое ощущение, что он придирается к нему. Человек не требует объяснений, не говорит, что с ним поступают нечестно, не пишет твит о том, какой злой Иисус. В Библии сказано, что он пошел, омылся и вернулся домой зрячим. Слышите, да? Он вернулся зрячим. Весь город поднялся на уши. Это привлекло внимание влиятельных людей города. Они не хотели, чтобы кто-то рассказывал, что Иисус творит чудеса. Они приказали привезти этого человека, чтобы подправить его историю. Мы не видим ничего нового, это не новость. Вопрос в том, что мы будем делать и кем мы будем. 9 глава 18 стих – это продолжение истории. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел. Да, коли не призвали родителей сего прозревшего. Они не верили его личной истории. Их не волновало, сколько торговцев, находящихся рядом с ним, подтвердили историю о том, что этот человек был слеп. Они не собирались верить. Мы не принимаем этого. Это не соответствует истории. Позовите его родителей. 19 стих – и спросили их. Это ли ваш сын, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ. Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видят, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите. Пусть сам о себе скажет. Вот это поддержка. Это не то, чего мы ожидаем. Их сын, который никогда не видел, смотрит на них. Возможно, они немного рады, да? Возможно, они бы сказали, отведи нас к человеку, который сделал это. Мы хотим поблагодарить его, угостить его ужином, отпраздновать это. Это наш сын, он видит. О, нет, нет. Да, это наш сын, вчера он не видел, а сегодня вот попозже видит. Лучше сами спросите его об этом. Это неправильно. Посмотрите на следующий стих. Так отвечали родители его. Потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. И в том случае, если читатель упустил суть, Иоанн добавляет, посему-то родители его и сказали, он в совершенных летах, самого спросите. Они не собирались терять свое место в синагоге. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал им в ответ, грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, и теперь вижу вас. Его не волновало, что его могут отлучить. Он не собирался следовать с линии партии. Я назвал это синдром загородного клуба. Это когда вас больше всего интересуют привилегии членства. Я читал много трудов о церкви и слежу за тем, что происходит в церковном мире. У нас есть много слов для оправдания своего молчания. Мы говорим о том, что мы работаем под прикрытием, строим мосты, что у нас есть возможность створить добро, если мы не сеем раздор, и мы уменьшаем громкость Иисуса. Мы уже не говорим так много о том, во что верим, ведь мы пытаемся привлечь сердца и умы. Чем, скажите, обманом? Мне это кажется странным. Мы видим слепого в этой истории. Без ресурсов и без поддержки. Ему удается потрясти Иерусалим до основания, чтобы они по-новому взглянули на Иисуса, потому что ему хватило смелости рассказать свою историю о Боге. Давление оказывалось не только на его родителей, но и на него самого. Просто скажи, что должен. Хватит рассказывать об этом. Приоритеты родителей были не на том месте. Их сын, который был слепым, вернулся зрячим. Правильной реакцией была бы благодарность. Мы должны хранить наши сердца. Чьего одобрения вы жаждете? Насколько вы рады тому, когда вас или ваших близких приглашают в какой-то круг, чтобы вы молчали? То, что мы видим сейчас, не новость. Друзья, культура отмены — это не что-то новое. Она так же стара, как человеческая цивилизация. Иоанна 12 глава. Другой контекст, другая история. 37 стих. Столько чудес сотворил он пред ними, и они не веровали в него. Да сбудется слово Исайи, пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Сие сказал Исайя, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, то есть в Иисусе. Но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Мы немного пропустили. Нас отделяет несколько тысяч лет, и культура не совсем такая, как у нас, но влиятельные лица Иерусалима были самыми могущественными и богатыми людьми в стране. Мне бы хотелось показать вам сегодня и Иерусалим. Мы бы прошлись по дому в пять тысяч квадратных футов с прекрасными керамическими полами и множеством уборных. Это роскошный дом с видом на Храмовую гору. Еврейские богословы говорят, что, скорее всего, это был дом кого-то из религиозных лидеров. Прекрасный дом. Сказано, что они не были готовы признать Его, несмотря на чудеса, потому что любили славу человеческую. Вопрос не только в этом. Им нравилась их жизнь. Они не собирались использовать свой голос, чтобы рисковать этим. Они понимали, что будут последствия. Потому что люди, которые выступали против Иисуса, явно и много раз говорили им, «Если вы будете поддерживать Его, вы потеряете свое место». Звучит знакомо? Мы не первое поколение, которое столкнулось с этим. Меня очень интересует этот момент. В 41 стихе сказано, «Сия сказал Исайя, «А что сказал? «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» «Сия сказал Исайя, когда видел славу Его и говорил о Нем». «Если вы не знаете временную шкалу, то можете упустить этот момент». Можно подумать, что Исайя жил по соседству с Марией и Иосифом. Исайя жил за 500 лет до Иисуса. Исайя получил откровение об Иисусе за сотни лет до Его рождения. Он верил в Иисуса. А теперь в Иерусалиме возникает проблема, потому что даже после всех чудес, которые совершил Иисус, люди, которые видели Его, не верят. У нас есть выражение, «Увидеть значит поверить». О, нет, вы можете увидеть и не поверить. Они видели чудеса и не хотели верить. Вера начинается с решения. Вы решаете стать верующим. Решаете слушаться авторитета Писания. Решаете принять господство Иисуса Христа. Если вы упрямы, скептичны, бунтуете, не верите, вам не хватит доказательств, чтобы обратиться. Вы должны принять решение, чтобы поверить. Нужна смелость и сила, чтобы поверить в Бога. Мы не первое поколение, которому угрожают в том случае, если мы выступаем за Иисуса. Такое в мире не впервой. Это старая песня. У нее появились новые системы доставки, новые формы технологий и общения, но угрозы не новые. Вопрос в том, кем мы будем. Природа верующего в Иисуса состоит в задании, которое неотделимо от борьбы. Это извращение истины, извращение Писания, если вы думаете, что можете быть последователем Христа, верующим и не преодолевать ничего. Иисус сказал, «Кто хочет быть Моим учеником, ежедневно бери крест свой и следуй за Мною». Не маленькое ювелирное украшение на шею или в уши. Крест был орудием казни. В Откровении 12 главе 11 стихе я поместил в скобках некоторые фразы, чтобы не разбирать весь контекст. «Они, крест верующие, победили его, сатану, кровью агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Вот то, чем эти люди отличались от тех, что мы видели в Евангелии от Иоанна. Они держались за определенные вещи и не хотели отдавать свой голос за Иисуса. Они хотели одобрения или разрешения. Они хотели быть частью определенной группы людей и поэтому не выступали за Иисуса. Но в Откровении рассказывается о том, как мы можем не просто выжить, но достичь Божьих целей в конце времен, когда страсти накалятся. Она начинается с послания семи церквям. Сам Иисус озвучивает диагноз каждой церкви. В первой главе Иисус стоит среди церкви, семи церквей. Вы знаете, что Иисус все еще стоит в своей церкви. Можете не сомневаться в этом? И каждой из семи церквей Он говорил, «Вот твои сильные и слабые стороны. Вот что тебе нужно исправить. А побеждающему каждому нужно преодолеть что-то». А в конце Откровения сказано, «Кого поприветствуют в этом царстве? Победивших или преодолевших?» Это наша задача. Она предполагает трудности, вызовы, сопротивление, борьбу, нежелаемые вещи. Без этого нельзя. Книга Откровения — это непростая книга. И в 12 главе сказано, что верующие на земле победили сатану кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. «Сила вашей истории с Богом неоспорима». Я многое не знаю о Боге и своей Библии, но я могу рассказать вам о том, что Он сделал для меня. Вы можете верить в это или не верить, но вам не удастся отговорить меня от этого. Это моя история. У вас тоже есть история с Богом. Он простил вас, помог вам, избавил вас. Вы должны использовать свою историю с Богом, озвучивать ее, выражать ее. Пусть все ваши знакомые знают вашу историю с Богом. Надеюсь, это не история, которой 40 лет. Это может быть вступлением, но я надеюсь, что у вас есть история с прошлой недели. Мне кажется, что существует параллель между 12 главой Откровения и тем, что мы видим в Исходе. Вы знаете историю Пасхи? Они были готовы выйти из Египта. Пока что все было не очень просто. Бог являл силу, но давление на рабов-евреев возросло. В итоге Бог говорит «Все, мы разберемся с этим». Сегодня придет смерть. Первенцы во всех домах египетских умрут, будь то люди или животные. Единственное исключение – это дома, которые собрали кровь Агнца и нанесли ее на косяки с помощью Исопа. Это такой сорняк, который растет там. Если на косяках дома будет кровь, смерть пройдет мимо. Вот что означает слово «Пасха» – пройти мимо. Но если крови не будет, первенцы умрут. Люди и животные. Вы можете представить себе, что случилось бы в нашем округе, если бы сегодня в каждом доме умерли первенцы? Вы можете представить себе страх и плач на улицах? И было лишь одно исключение – дома, косяки которых были в крови. Исход 12 глава. Возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках. И пройдет Господь мимо дверей и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Разве Бог не мог просто смягчить сердце фараона и все? Наверное. Я знаю, что Он требовал повиновения от Своего народа. Как думаете, были ли какие-то евреи, которые решили не поступать по словам Моисея? Прежде чем ответить всем, я хочу задать еще один вопрос. Все ли поступали по словам Моисея после этого? Едва ли. Можно подумать, что после Пасхи они все делали то, что сказал Моисей. Да? Если бы Моисей сказал, «Больше не ешьте шоколадом», «Вы бы спалили весь свой шоколад». Все первенцы умерли за исключением тех, кто нанес кровь, то у него должны были бы появиться серьезные последствия. Но нет. Они начали жаловаться уже через 72 часа. Можете не сомневаться, не все сотрудничали. Ефесиным, первая глава, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодателю. Это наша история. Мы не были искуплены из египетского рабства. Нас освободили от рабства греха, крови Иисуса. Мы не моралисты. Мы не пошли в церковь, потому что любим петь. Иисус изменил наши жизни, и Он может изменить и вашу. Вы знаете Его? Они подумают, что я странный. Да, они уже думают. Деяние, 5 глава. Мы уже смотрели на это место. Они вызвали апостолов, избили их, и приказали им не говорить об имени Иисуса, а затем отпустили. Апостолы ушли оттуда, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчастие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Их побили. У них болели спины. Но они сказали, мы не остановимся. Сравните это с 28 главой Евангелия от Матфея. День Воскресения. Драматические события у гроба, куда Иосиф положил Иисуса. Ангелы приходят, камни отваливаются, послания. Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. Они видели ангелов. Помните, что они сделали? Прикинулись с мертвыми. Они знали, когда молчать. Они знали, что случилось. Они видели, как камень отвалили. Они видели это. И теперь они рассказывают первосвященнику о случившемся. Иисус, собравшись со старейшинами, и сделав совещание, довольно денег дали воинам. Вот что вы должны сказать. Ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. Если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим. Это важно. Их поставили охранять гроб. Если тот, кого они охраняли, убежит, то их казнят. Это весьма интересное место. Они говорят, «Если вы расскажете нашу историю, мы прикроем вас у правителя». Они, взяв деньги, поступили так, как были научены. И пронеслось слово сие между иудеями до сегодня. Друзья, мы видим два сценария. Петра и Иоанна избили. У них спины в синяках. Не упоминайте больше его имени. Им не предлагают денег. Им угрожают. Если вы не успокоитесь, мы закончим то, что начали. Слышите? Они знают, что эти люди могут сделать это. Они видели, как те казнили Иисуса. Сказано, что они ушли оттуда со словами «Слава Богу, что мы достойны пострадать за нашего Господа». И за дня в день, во всех местах, они не переставали рассказывать свою историю с Богом. Стражи могли посмотреть на этих могущественных людей и сказать им «Вы отдаёте приказы римскому солдату? Как смеете?» Они взяли деньги. Они взяли деньги. Разный выбор и разное отношение. Я провёл свою жизнь в церкви. И с 10 лет я собирался с христианами в самых странных местах, зданиях церквей, мотелях, на пляжах, в палатках, в разных странах. Я всю свою жизнь был в церкви. Но то, что началось в прошлом году и через что мы проходим сейчас, призывает нас к новому отношению. Думаю, об этом хорошо сказано во 2-м послании Коринфянам, 4-й главе. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах не отчаиваемся, мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мёртвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». До прошлого года вызов для нас возникал тогда, когда кто-то садился на наше место, занимал наше место на парковке, или нам не нравилось поклонение, или проповедь была слишком длинной. О, снова это проповедь. Сейчас всё иначе. Я не осуждаю то, где мы были. Возможно, это было адекватно для того времени, но сейчас настало новое время, и оно требует от нас нового темпа, нового ответа, новой смелости. Бог дал нам то, что нам нужно, Он сохранил нас, и Он поможет нам. Враг пытается обмануть нас, убедив, что мы переживаем уникальное давление, что никто не переживал той боли, что я ощущаю, или не сталкивался с теми вызовами, с которыми столкнулся я. Даже поверхностного взгляда на историю хватит, чтобы понять, что это не так. Культура отмены — это не что-то новое. Люди пытались заставить других молчать об истории Иисуса, ещё когда Иисус был здесь. И они делают это и сейчас. Мы должны решить, хватит ли у нас смелости выступить за правду, чтобы рассказать свою историю о Боге, стать за Иисуса, как за нашего Господа. Отчим, спасибо за Твое слово, за истину и надежду, которые оно приносит в нашу жизнь. Ты изменил нас. Используй наши жизни и слова, чтобы они были угодны в Твоих глазах во имя Иисуса. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Я хочу рассказать вам о новом инструменте, о книге под названием «Выпуская силу Святого Духа». Это одна из самых недопонятых сфер нашей веры. Иногда мы относимся к Духу Святому так, будто бы Он вмешивается в нашу жизнь, и мы этому не рады. Но Иисус сказал, что нам будет лучше, если Он уйдет и пришлет нам Духа Святого. Цель этой книги – помочь нам, с вами, познакомиться с личностью Духа Святого и пригласить Его в нашу жизнь. Вам не нужно держать Его на расстоянии вытянутой руки. Он ваш помощник и адвокат. Он – сила Божия, которая всегда с вами посреди всех жизненных трудностей. Дух Святой никогда не заставит вас делать то, чего вы не хотите. Не нужно Его бояться. Вам просто нужно познакомиться с Ним поближе. Вы знаете Иисуса, имеете представление об Отце, но вам также важно знать Святого Духа. Вот для чего была написана эта книга. С первых и до последних глав Библии Дух Божий и Сила Божия взаимосвязаны. Это почти синонимы. Всем нам в какие-то моменты жизни нужна Сила Божия, чтобы получить нужный результат. Это тема новой уникальной книги пастора Аллана, основанной на его учении «Высвобождая силу Духа Святого». Сделав пожертвование, вы получите книгу «Освобождая силу Святого Духа» «Связанные проявления». Откройте безграничный потенциал взаимодействия с Духом Святым. Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт. Спасибо вам за поддержку служения Аллана Джексона. Вместе мы изменим мир. Мы бы хотели пригласить вас на наше служение в выходные дни. Здесь вы найдете множество дружелюбных людей, захватывающие поклонения, удивительные встречи, и вместе будете изучать Слово Божие. Здесь есть что-то для всей семьи. Вы можете прийти в субботу в 5 вечера или в воскресенье в 8 и 10 утра. Многие наши зрители приезжали в Теннесси, чтобы лично посетить служение с пастором Алланом. Мы были рады встретиться с вами, услышать ваши истории и вместе поклониться Господу. Если вы собираетесь приехать в церковь World Outreach, мы сделали все, чтобы вам было легко запланировать визит. Заходите на страницу «Посетить» на нашем сайте. Там вы найдете информацию об аэропорте, отелях, времени служения и других вещах. Когда приедете, сообщите нам, какое служение вы планируете посетить, чтобы пастор Аллан поприветствовал вас. Кроме того, так вы точно будете знать, будет ли он на тех выходных, на которые вы собираетесь приехать. До и после служения, а вы можете посмотреть кампус, пройтись по книжному магазину и взять кофе, чтобы немного отдохнуть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok